Просвет, но японцы не участвовали в этих играх. 78 килограммов, Хуан Феррер, кубинец. Соперник его должен быть Шата Хабарелли, и значит это финал. Ну а тот поединок выиграл советский спортсмен. Шата Хабарелли, нынешний тренер, главный тренер грузинской национальной сборной. Пусть Шата не обижается, мы с ним в хороших отношениях сейчас дружим. Но вот тогда мы мальчишки считали, что он постарше, что его стиль борьбы это анти-дзюдо. Настолько она нам казалась неправильной, некрасивой. Но любопытно, что грузины были вообще первыми олимпийскими чемпионами. И они боролись вот в рамках своих национальных корней грузинской борьбы, которая так и называется, Чедаоба. Чедаоба это борьба, но там своя специфика. Великолепно делают броски ногами грузины. И сейчас у них замечательные результаты, и именно благодаря вот этим национальным традициям. Так вот, для нас было удивление, что вот Шата, который мы считали, ну некрасивый дзюдо. Вообще не японское, не классическое. Взял и выиграл Московскую Олимпиаду. Причем его соперник, Феррер, кубинец, вот сейчас болевым приемом проиграл, но за татами. Молодец Шата, очень уверенно борется. Так вот, кубинец, наоборот, борется прямо, высоко, в великолепном стиле. Все приемы выиграл под хватом. Вот любопытно, мы видим здесь вот этот эпизод. Я запомнил вот в тот момент, когда смотрел за финалом, что он нападался от Хабарелли на несколько оценок Кока. И ничего не может сделать, не может взять свой захват, не может в своей манере бороться. Вот посмотрите, полностью манера борьбы Хабарелли разрушает любые действия, любые атаки кубинца. И в итоге, вот в очередной так раз, момент, когда он упадет от Хабарелли, я точно совершенно помню, что он разворачивается к своему тренеру, так разводит руками. Я не понимаю, что с этим парнем делать. Вот этот жест так означал. Увидим ли мы его в трансляции, или это уже, знаете, мое такое, мое воображение. Давайте посмотрим. Ну, во всяком случае, сейчас преимущество советского спортсмена с белым поясом. Видите, двухцветное, не двухцветное кимоно, одноцветное на Московской Олимпиаде. Двухцветное кимоно стали, по-моему, по-моему, в 96-м году только. Под нажимом телевидения сейчас оставили классический белый свет и синий. А тогда спортсменов отличали, когда на их черный пояс одевались разный цвет повязки. Вот посмотрите, насколько великолепно кубинец тащил на бросок через грудь. А Хабарелли переиграл опять ногами, зацепами, заставил кубинца. И вот он уже начинает не понимать, что с этим парнем делать. А ведь это финал Московской Олимпиады. И здесь... Ох, как он себя выдушевить попытался. Финал Московской Олимпиады. Несмотря на то, что представители соцлагеря, никаких поблажек тут речи не идет. Опять завязывает ногу. Опять кубинец разваливается в своих контратаках. Вот этот взгляд такой в потолок, когда он возвращается на свое место, в голове у кубинца. Но он не может для себя найти вот точку опоры. Чем же переиграть? На Япон выиграл все схватки чисто до финального поединка. И здесь, как ни валяшка, ковыряется от каких-то непонятных бросков. И опять. И вот чисто, по современным правилам, чисто проигрывает сейчас кубинец. Но тогда, тогда это так не трактовалось. От удержания уходит. Интересно, что же там на табло? А что делает? Делает обвив и подхватывает вторую ногу. Фактически заваливает соперника, убирая у него две опоры. Юка, две кокки оценка. Представляете, три оценки уже сделал. И кубинца одна оценочка. И времечко-то уже мало остается. Кубинец великолепным подхватом у всех выиграл до этой схватки. И вот этот захват он готовит, чтобы сейчас второй рукой левой дотянуться до отворота и попробовать в левую сторону сделать подхват. Переигрывает Шата, опять завязывает кубинца. Тот пытается на дистанцию выйти, на удобную для атаки. Не получается, не получается. И вот опять взгляд в потолок. Что же мне делать? А Шата знает, что делать. Он работает в своей манере. В манере национальной борьбы. Чеда оба. Что бы потом ни говорили, что на московскую олимпиаду не приехали японцы, не приехал еще ряд стран. Олимпиада была интересная. И соперничество настоящее. Ну и доказательство того, что вот олимпийский чемпион Шата Хабарелли через два года здесь, в Москве, в этом же зале, на чемпионате мира, боролся и стал призером чемпионата мира бронзовой медали. Замечание, по-моему, сделали Хабарелли точно, а получил ли Кубинец. Но это не суть важная сейчас. Да, замечание получил советский спортсмен. И опять, посмотрите. Какая непонятная борьба. Вот сейчас Кубинец вроде бы переиграл. Но как судьи оценят это движение? Обоюдная атака была. До конца развернуться Кубинец не смог. Хабарелли бы сидел своими цеплючими ногами кубинцы. Опять пытается Кубинец на скорости взять захват, выйти на удобную среднюю дистанцию. Хабарелли не дает этого сделать. 15 секунд до конца. И вот оно, олимпийское золото. Для одного так близко, для другого оно начинает превращаться уже, знаете, то, о чем мечтали алхимики. Только они из серебра пытались сделать золото. Здесь наоборот. Великолепный бросок делает Кубинец через голень. Но после, после основного времени олимпийском...